Робот-санитайзер и браслет-поводырь для слабовидящих людей. В Новосибирске прошел финал проекта молодежных инноваций «Кампус». 150 детей со всего региона несколько недель изучали азы робототехники и моделирования виртуальной реальности. Екатерина Стывко узнала, какие идеи школьникам удалось воплотить в жизнь. Если я подойду на полуметра или метр, он начал пищать. Если я подойду задом, будет другой звук. На ноге Анны Белокозовой причудливый прибор, как из фантастических фильмов. Это браслет с датчиком расстояния, когда препятствие слишком близко, издает звуковой сигнал. Как считает школьница, такое приспособление поможет слабовидящим людям лучше ориентироваться в пространстве. Задали интересный вопрос про социальную сферу. И мы подумали, а чего же еще нет? В общем, по времени мы его разрабатывали где-то часа 24, если суммировать все дни. Это уже десятый собственноручно собранный ею агрегат, рассказывает Анна. Робототехника – хобби школьницы. А вот для другой участницы проекта Ксении Голубевой опыт конструирования и программирования первый. Вместе с командой на колеса поставили санитайзер. Представляете, он работает. Следующий режим – это, собственно, режим езды. То есть, как бы, он едет и каждые две секунды он начинает брызгать, чтобы обрабатывать помещение. 150 подростков около двух недель изучали цифровое искусство. Жили в детском лагере, а школьную программу проходили онлайн. Сегодня – защита проектов. Жюри оценивают строго. Важно и качество сборки, и возможность применения в быту. Это робот – умная тележка. Он самостоятельно может перемещаться по магазину и собирать необходимые продукты. Достаточно показать штрих-коды цвета, например, сыр и чай. И сейчас он отправится за покупками. Программа молодежных инноваций «Кампус» – это федеральный проект. В Новосибирске идет уже второй год. Задача – подготовить кадры для цифровой экономики. Как говорят эксперты, важно не просто показать мир IT-технологий, а научить генерировать собственные идеи. Делая ставку на это, можно будет рассчитывать на появление полуинновационных проектов, крупных, инфраструктурных, через некоторое время, которые выведут Россию на те рубежи, на те оппозиции, которые сейчас опубликованы в Национальной технологической инициативе. Программирование, конструирование, создание нейросети – впереди еще две смены. Следующая стартует в начале ноября. Екатерина Стывко, Борис Гладких. Новости ОТС.